Алла-шоу 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 С людьми? С чем это связано, да? Нет, это не то, что я такая вот со всеми прощаюсь, а просто, ну это же жизнь, она разная, и не все зависит от нас, и порой действительно случается, что... А чувствуешь, вот почему со скандалами? Почему нельзя вот так сказать? Я очень эмоциональный человек. Мне вот, допустим, очень всегда было тяжело проживать какие-то чувства свои, особенно прощаться. Я вот учусь этому до сих пор. Вот такая вот. А ты хочешь научиться вот так, как в песне, да? Да, мне нравится. Но мне тоже кажется, что это будет очень классно. Это, знаешь, красиво. Это, мне кажется, какая-то... Даже не знаю, как это правильнее высказать и выразить, но это не умение. Мне кажется, это вот от природы у человека. Вот я просто с юных лет, несмотря на эмоции, если уж прощаюсь, то прощаюсь так, как будто мне всё равно. Здорово. Как бы внутри... Меня это восхищает. Меня восхищает. А вот потому что потом легче. Потом ты сел такой, да, поплакал, всё, а потом думаешь, а я красиво попрощала. Ну, я вот ученик по жизни. Я, на самом деле, верю всегда в человека и в человеческие возможности, поэтому, ну, учусь. Скажи, твое сердце сейчас занято, свободно? А давай так, сразу после песни красивой Гузель нам откроет эту тайну. Гузель Хасанова у меня в гостях, и прямо сейчас отвечает Гузель сначала на короткий вопрос. Занято её сердце или нет прямо сейчас? В общем принятом, наверное, понимании нет. Ну и хорошо. Девушка красивая, молодая. Кто смотрит трансляцию нашу, правильно делаете. Красота же она как? Она же... Требует восхищения. Да, требует восхищения и спасает мир. Так, ну чего? Я предлагаю сейчас любимую мою рубрику «Блиц со звездой». Так. Чтобы тебя получше узнать. «Блиц со звездой». Ты отвечаешь, ну я беру какую-то там пословицу, поговорку, народную мудрость, а ты говоришь про тебя, не про тебя и поясняешь. Готова? Да. Семь раз отмерь, один отришь. Да, про меня. Прекрасно. Ну и что ты там отмеряешь? Что отрезаешь? Ну, я... Неужели всё так продумано у тебя? Да, у меня такой очень кипучий мозг, и я обычно, ну, редко, очень спонтанно что-то выдаю. Ну, я чаще всего очень всё обдуманно делаю. Молодец. Тихомом эти черти водятся. Да. Тоже про тебя? Абсолютно. То есть ты такая тихушница, типа, а на самом деле эгэгэй. Эгэгэй вообще, да. А кусть железы пока горячо? Ну, нет. Нет? Нет. Я вот в этом плане немножечко такая... Тормозишь. Черепаха, да. Не бойся горького, бойся сладкого. Ой, к своему стыду, наверное, не очень понимаю, про что это и как это применить к себе. А, ну, в смысле, вот сладкое, оно вреднее, да, чем... Чем там, чем горькое. Ой, да всё вредно, если много, а ничего не вредно, если в нормальном количестве. Так что, наверное, не про меня. Это возраст, да, хорошо. Ну да. Нет худой без добра? Сложно сказать. Наверное, да. Аппетит приходит во время еды. Это не только про аппетит, Гузель. Да, я это уже понимаю, да. Наверное, да. Выбирай книгу так, как будто ты выбираешь друга. Да. Что ты сейчас читаешь? Я сейчас читаю очень много юнгянской психологии. Вот. Мне очень нравится. Джеймс Холлис есть такой замечательный автор. Вот. Я с большим удовольствием читаю. Ты любишь читать вот такие вот психологические трактаты, да? Абсолютно по-разному. Это конкретно вот последние полгода, да, меня увлекло. До этого я читала художественную литературу, например. А я сейчас читаю художественную литературу. Мне так нравится это произведение. Сначала я не могла втянуться в него, а сейчас Хаксли, Олдес Хаксли называется «Остров». Ты не читала, нет? Нет, не читала, автора знаю. Вот. У него все произведения разные. То есть ты, например, если одно прочитала, ты думаешь, что сейчас будет повторение? Не, ничего подобного. И я первые полкниги думала, ну, как неинтересно. Я ждала совершенно другого. И вдруг меня поглотило. Класс. Поглотило так, что я вдруг начала черпать оттуда мудрость. И даже стала там рассказ про то, как воспитать идеального человека. Как они там на одном острове воспитывают детей. И я начала со своей дочкой пятилетней упражняться. Да. Думаю, а вдруг я воспитаю совершенного человека. Ладно. Счастье любит тишину. Про тебя? Нет. Не про меня, но, как ни странно, я придерживаюсь этого. Но я считаю, что счастьем нужно делиться, и тогда его станет больше. Give me five. По-русски говорим, да. Это и не про меня тоже. Никакое счастье тишины не любит. По крайней мере, на русском языке. Газель Хасанова у нас в гостях. Я не спросила у тебя последнюю пословицу. Про тебя, не про тебя. Где родился, там и пригодился. Не про меня, наверное, получается. Но с учетом, если мы говорим про город. А если мы говорим про страну? Про меня. Вот я хочу у тебя спросить. Смотри, очень... Ну, сейчас все обсуждают в СМИ. Мне часто звонят и говорят, вот так много артистов, звезд наших уехало. Вот я хочу тебя спросить. Ну, уехали уже такие старички, которые, в принципе, даже на русском радио-то уже не звучали. Ну, может быть. Ты чувствуешь, что освободилось место под солнцем? И прямо вот что дали дорогу молодым, наконец, который здесь, сейчас? Наверное, нет, потому что, в принципе, этими категориями не рассуждаю. Я всю жизнь ориентируюсь на себя. То есть я ориентируюсь на то, расту я или не расту. То есть вот эта история конкуренции и сравнения себя с кем-то, она ко мне неприменима. Мне не очень это интересно. Ну, то есть ты не чувствуешь, что освободилось место, и ты сейчас можешь эту нишу занять? Нет, я свое место хочу занять и никогда не стремилась занять чужое. Ты любишь страну, где ты родилась? Да, абсолютно. А вот скажи, как тебя воспитывали родители? Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что люди, например, которые, ну, ладно, уехали, бог с ним. А вот те, которые ругаются сейчас, там, говорят, вот здесь осталась, страна типа уехала, а осталась, не пойми что. Ну, к зрителю такое отношение. То есть я понимаю так, что, наверное, просто люди не любили эту страну никогда. И вот сейчас они там, где им хорошо, и там они счастливы. Тебя как воспитывали, что вот эту страну надо любить? Или вообще там не надо? Или это с молоком матери? Ну, я очень благодарна своей семье. У меня, в принципе, вот как такового надо, наверное, особо не было. То есть у нас всегда в семье был выбор. Но что мне абсолютно привито, это, в принципе, любовь к семье. А мне кажется, любовь к стране начинается с любви к своей семье. И, в общем-то, я всегда, ну, с большим трепетом ценю то место, где я родилась, где я выросла, где я начала петь. В общем-то, в моей семье прививали любовь к семейным традициям и к месту, в котором ты родился. В прошлом году ты записала кавер на песню Тани Булановой. Ну, это был ее хит, просто хитяра. Абсолютно, да. Не плачь. Почему ты выбрала эту песню? Это была какая-то такая детская, детский гештальт, я бы сказала. Потому что, да, я очень любила эту песню. У меня с ней есть определенные ассоциации. И вот, когда я была маленькая, я прекрасно помню этот момент, что я вот подумала, что когда-нибудь я вырасту, буду большая, красивая, чувственная, как Таня Буланова. Я помню прекрасное ее выступление с этой песней не раз. И вот просто, если у меня это случится, значит, вот я молодец, скажем так. Ну, такое вот детское было какое-то восприятие. И, в общем-то, мне захотелось это действительно реализовать. Кто тебя поддержал в этом? Виктор Дробыш меня поддержал. То есть я пришла к радиусеру. То есть ему понравилась эта идея, он сказал, что давай, дерзай, у тебя это получится. Да. Я прочитала в соцсетях у Тани, что она была недовольна армежировкой, и что она тебя покритиковала. Какая реакция у тебя была на эту критику? А давай так, сейчас мы песню послушаем, и потом узнаем, какая же была реакция на критику от самой Татьяны Булановой у Гуси. Мы говорили только что по поводу песни Тани Булановой «Не плачь», которую Гузель записала, и в результате получила критику со стороны Тани, которая сказала так, новыми дурацкими армежировками продюсеры убивают воспоминания. Ну, зачем? Когда ты вот такое услышала, как ты среагировала на это? Двоякая у меня была реакция. Реакция первоначально была, конечно, меня ранило это, безусловно. Вот, но, а потом последовала следующая реакция, с учетом того, что, ну, мне, конечно, было важно ее мнение, как старшей коллеге, вот, и, но, тем не менее, я долго работала над этой песней, с большим уважением, и, ну, я горжусь этой работой, она действительно получилась, по моему мнению, красивой, вот. Ну, в общем-то, много чувств меня это вызвало, но как получилось, так получилось. Ну, я считаю, что критика, она всегда, если она конструктивна, она в данном случае не тебя критиковала, что ты плохо пела. Она, кстати, про меня даже ничего не сказала, она продюсера раскритиковала, она вообще решила про меня не говорить. Да, поэтому, значит, я просто Таню хорошо знаю, и если она ничего плохого про тебя не сказала, значит, в общем, это уже... Насколько я узнала позже, что вся соль заключалась в том, что она просто для нее это было каким-то адским сюрпризом. То есть ее не поставили в известность, да. А я, естественно, ну, у меня даже мысли не было, что я могу напрямую выйти, я скромна в этом плане, я не навязываюсь, вот. И я была уверена в любом случае, что авторы с ней связывались, ну, которые были в курсе того, что будет переработка песни. И я, ну, понимаю ее прекрасно. Ну, допустим, если бы кто-то мою песню, мой, не знаю... Супер-мега-шлягер, да. Супер-мега-хит, да, перепел, и я бы об этом узнала вот уже после, я думаю, что мне бы тоже было не очень приятно. Ну, ты можешь прямо сейчас сказать ей какие-то слова, которые ты бы хотела сказать ей, глядя в глаза. Да, я всегда на концертах это говорю, и сейчас есть прекрасная возможность. Я с огромным уважением, с благодарностью за эту прекрасную песню. Простите, если я задела как-то ваши чувства, это явно было не со зла. Я действительно просто с огромным теплом хотела исполнить эту песню. Спасибо за нее еще раз. Мне прямо жалко, надо было сейчас Тане позвонить. Лучше бы я вас соединила в эфире, но я больше чем уверена, что, во-первых, ей передадут, во-вторых, она очень добрая, она очень сердечная. Я уверена, что это действительно так. И я сейчас слышала, ты говорила эти слова, они шли от самого сердца, что может быть еще дороже. Скажи, как вообще происходит выбор каверов? Ты можешь любую песню спеть, какую захотела? В каком плане? Ну, вот, например... Официально выпустить? Ну, конечно же, нет. Это официально, через авторов. Через авторов. Да, с ними связываются, обговаривают, показывают. А у исполнителя, получается, спрашивать не обязательно, да, судя по всему? Ну... Если ему не принадлежит эта песня. Ну, то есть, да, тут именно с правообладателями связываются. На чем творчестве из наших артистов ты выросла и чуй бы песню еще хотела исполнить, мы узнаем сразу после еще одного хита. Итак, Гузель Хасанова у меня сегодня в гостях, и мы играем в мою любимую игру «Продолжалочку». Я предлагаю тебе продолжить на свой лад прекрасные фразы про красоту от самых красивых женщин планеты. Вот я, конечно, не сильна в импровизации, но я попробую. Ну, давай, надо, надо тренироваться. Коко Шанель первая от нее будет. Ну, она вообще не только была сама элегантность, талант, но и сама мудрость. Итак, она говорила, руки – визитная карточка девушки, шея – ее паспорт, а декольте, ну, в смысле, грудь – ее? Ну, твоя версия. Твоя версия. Руки – визитная карточка, шея – паспорт, а грудь? Вот, не знаю. Загранпаспорт. Это мнение Коко Шанель? Серьезно? Да. Да. Как-то нелогично, нет? Ну, не будем спорить с Коко Шанель. Не будем ни в коем случае, мы не знаем ее жизни, как она ею пользовалась. Итак, женщины садятся на диету только в трех случаях. Первое – если их бросил муж, если им нравится мужчина и… Так, бросил муж, нравится мужчина. И третий случай… Влюблена в себя. Да. Или потому что понедельник. А, да? А, да. Лучшее украшение девушки – скромность и… Короткое черное платье. Прекрасно. Или глубокое декольте. Кто чем может похвастаться. И, наконец, ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты… Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть. Пока ты не воюешь. Да, пока ты не вступил в борьбу. Ура! Аплодисменты. Я тебя поздравляю. Шикарные версии были у оригиналов. И, в общем, вы взяли неплохие у тебя. Спасибо тебе за сегодняшний… Спасибо за прекрасный вечер. А можно я вас пользуюсь случаем и приглашу на свой концерт? Ну, конечно. Всех, кто нас слушает, это 25 ноября в клубе «Изи» в Москве. У меня состоится концерт в 20.00. Буду очень-очень рада всех там увидеть. Да, приходите. Новые песни «Гузель вам споет», старые тоже. И, пожалуйста, специально вот эту твою кавер-версию на песню Тани Булановой. Те, кто придут и сегодня слышали, как ты ей посылала лучи любви. Я думаю, что нужно, чтобы твои слушатели еще раз услышали это. Это было здорово. Спасибо. Я прощаюсь с вами до завтра, до 7 вечера, оставляю вас в компании со Светой Казариновой. Хочу пожелать всем хорошего вечера и еще раз поздравить с прекрасным праздником, с Днем Сыновей. Ты знаешь, вот когда я была примерно твоей ровесницей, у меня еще не было детей, я была уверена, что у меня будет дочь. Я не думала, сколько будет детей, но вот у меня было такое ощущение, что я даже себе представляла, как она будет выглядеть. А скажи, вот ты о детях мечтаешь? Мечтаю, да. А вот у тебя есть какое-то внутреннее чувство? Вот у меня будет дочь или у меня будет сын? Нет, нет. То есть у тебя пока нет готового решения? Ну, как-то я боюсь даже представлять. Что дадут, то дадут. Что дадут, то дадут. Значит, так нужно. Я тебе желаю побольше хороших песен, побольше новых хитов, побольше концертов, потому что для артиста это очень важно. Ну и с каждой новой песни я тебя всегда жду в гости, приходи. Спасибо огромное за прекрасный вечер, за знакомство долгожданное, в общем-то, за хорошее настроение. Всегда рада быть здесь с вами на Русском радио. А ведь Дробышу большой привет и, конечно же, пожелание. Берегите таких чудесных артисток. Все, пока. Сегодня в 7 вечера. Не пропустите вечернее шоу Аллы Довлатовой.